Девушки отдыхают 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 В том числе работать над реформированием ВТО. Все участники 20-ки пришли к выводу, что мы должны делать все для того, чтобы препятствовать распространению негативной информации, связанной с терроризмом в интернете. Это должна быть аккуратная, но совместная работа, чрезвычайно важная не только для стран 20-ки, но и для всего мира. И все же в центре внимания. Оба дня саммита и, конечно, сегодня на пресс-конференции двусторонние встречи. Много вопросов про переговоры с Дональдом Трампом. Хорошая встреча. Хорошая, она очень деловая, прагматичная. Мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимные интересы. Это касается, кстати говоря, касалось и экономических наших отношений. Признано, что они находятся в неудовлетворительном состоянии. Оживление не только на экономическом треке менее месяца назад. Владимир Путин констатировал полное отсутствие диалога по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений России и США. Он истекает в 2021 году. На G20 диалог возобновлен. Что касается СНВ-3, то поручили Министерством иностранных дел и с нашей стороны господин Лавров, со стороны Соединенных Штатов господин Помпео, чтобы они начали по этим вопросам консультации. Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-3, я пока не знаю. Об этом пока рано говорить, но эту тему мы обсуждали. Путину напоминают неоднозначные последствия прошлой встречи с американским президентом. Переговоры в Хельсинки обернулись очередным пакетом антироссийских санкций. Так не ведут ли их и теперь, спрашивает журналист агентства Бломберг. Это не наше дело, это дело американской стороны, как выстраивать отношения с Россией. Я думаю, что у нас есть взаимное понимание, что нужно как-то выходить из той ситуации, которая сложилась до сих пор. Это ненормальная ситуация, ее просто надо исправлять, надо как-то найти в себе силы, перевернуть страницу, идти дальше, смотреть вперед. Поэтому будут они что-то делать, не будут, понятия не имею. Но, во всяком случае, мы точно не будем ни о чем просить. Нет так нет. А если интерес есть, то мы с готовностью ответим тем же самым и будем все делать для того, чтобы ситуация менялась к лучшему. Надеюсь, что здравый смысл в конце концов восторжествует. Сразу два вопроса о судьбе арестованных украинских военных моряков. И снова в связи с Дональдом Трампом, который на саммите 20-ки в Аргентине отменил переговоры с Владимиром Путиным как раз на фоне инцидента в Керченском проливе. По-моему, уже вновь назначенный начальник генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы. Ну, это просто ни в какие ворота не лезет. Безобразие. Вот давайте мы из этого будем исходить. Если так, то фактически украинская сторона признала, что это была провокация с их стороны. Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны на Украине. Здесь, кроме моряков этих, они исполняли просто приказ и всё. Поэтому мы отдаём себе этому отчёту. Но они нарушили российский закон. У нас идёт судебное разбирательство. Нужно дождаться. Будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине. Чтобы такие процессы не были связаны с внутриполитической украинской тематикой. Ну, а обмены идут совсем недавно. Мне сообщили, что при посредничестве господина Медведчука четырёх человек отпустили в ЛНР, ДНР. Ну вот, хороший пример работы. Прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог. Путина спрашивают, возобновятся ли переговоры в нормандском формате. Да, говорит президент. Неоднократно вопросы про встречу с Таразымой. В том числе от Би-Би-Си. Готовы ли вы, как мы говорим, отказаться от атак, от агрессии, от вмешательства и избирать в другую путь? Не только чтобы уличить отношения с Англией, но ещё и с Западом вообще. Сразу хочу вас обрадовать. У нас и не было намерения совершать никаких агрессивных действий в отношении кого бы то ни было. Это иллюзия. Это стремление выдать желаемое за действительное, а желаемое для того, чтобы иметь какого-то внешнего противника, наличие которого позволяет решать внутриполитические вопросы. Хочу обратить ваше внимание на то, что наши действия в отношении партнёров всегда будут зеркальными. Как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили. На каждый вопрос Владимир Путин отвечает максимально подробно. А о времени у делегации в обрез. Россияны ещё ждут переговоры с японцами. Давайте уже подслеживим. Всё, всё, всё. А всё важно. Задать его хочет каждый. И о чём только не выкрикивают вопросы из зала в Осаке, президент спрашивают даже про скандал с задержанием журналиста Ивана Голунова. Что касается ситуации с Голуновым, там несправедливость, там произвол. Это просто произвол. И он должен быть расследован, и должно быть принято соответствующее решение по этому вопросу. Повестка пресс-конференции начинает уходить в сторону от большой двадцатки. Заключительный вопрос, я прошу, заключительный вопрос. Он был об интервью Владимира Путина газеть Financial Times, в котором президент заметил, что права ЛГБТ в России не ущемляются. Статью, среди прочих, прокомментировал британский певец, открытый Гейлтон Джо. Артист написал в соцсетях, что с Путиным тут не согласен. Я его очень уважаю. Гениальный музыкант. На самом деле, он же ездит к нам. Причём мы с удовольствием его все слушаем. Я думаю, что он заблуждается. Я ничего здесь не передёрнул. У нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Реально. Спокойное. Абсолютно непредвзятое. У нас есть закон, за который нас все шпыняют. Это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Вы послушайте. Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое. Сейчас ведь, ну чего только нет, шесть или пять полов напридумывали. Я вот трансформеры, трансформеры. Я не понимаю даже, что это такое. Дай Бог здоровья всем. Но проблема не в этом. Проблема в том, что вот эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения подавляющего большинству. Надо быть более лояльными друг к другу. Более открытыми и транспарентными. Надо уважать всех. Это правда. Но нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения. Теперь точно был последний вопрос. Но даже когда Владимир Путин уже попрощался и покидал зал, журналисты не прекращали попытки остановить президента безуспешно. Общение к тому моменту длилось уже более получаса. И пресс-конференции. Рабочий график российского лидера в эту субботу в Осоке не исчерпывался. Константин Панюшкин, Максим Катаев, Егор Шелепов, Наталья Литовко, Ольга Меркулова, Сергей Деев. Первый канал. Япония. Вопрос исторической важности. Российский лидер обсудил с премьером-министром Японии. Проблемы мирного договора, отношения должны перейти на качественно новый уровень. Встреча Владимира Путина с Ангелой Меркель имеет огромное значение для всей Европы. Но журналистов интересовали не только темы переговоров. Большая политика и большие деньги. Соглашение по нефти, туристический бум. Обо всем в репортаже Натальи Юрьевой о проектах на миллиарды долларов. Об итогах саммита, пожалуй, красноречивее. Всего говорят эти кадры, демонстрирующие, как лидеры прощались друг с другом. Владимир Путин задержался пообщаться с Рыжепом Тейпом Эрдоганом. О чем именно говорили президенты, было не слышно, но видно, оба в хорошем настроении. А вот хозяин саммита Синзе Абы, видимо, от переизбытка чувств по завершению мероприятия, сначала ринулся сжать руку Дональду Трампу, а не сидящему рядом с ним президенту Аргентины. Затем и вовсе потерялся в своих же стенах. Ленты информационных агентств тем временем цитировали итоговую декларацию. Лидеры стран Большой Двадцатки выступили за свободную торговлю и реформу Всемирной торговой организации. Другое решение касается экологии. В Осаке договорились примиться к полному прекращению выброса пластика в Мировой океан. Только что завершилось финальное заседание. А саммита мы увидим, как последний принц Саудовской Аравии торопится на встречу с Владимиром Путином. Кстати, именно Саудовская Аравия председательствует в Двадцатке в следующем году. Со своей стороны мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы вас поддержать в ходе вашего председательства. Рад возможности обменяться с вами соображениями о том, как мы будем строить нашу совместную работу на мировых энергетических рынках. Результаты этой встречи оказались впечатляющими. Рынки замерли в ожидании, насколько в понедельник возрастет цена на нефть. Россия и Саудовская Аравия договорились о продолжении сокращения добычи. 2 июля в Вене министр энергетики Александр Новак представит договоренности Москвы и Эррияда остальным участникам сделки ОПЕК+. Рассчитывает на максимальный срок продления. Сегодня в условиях неопределенности все-таки лучше не будоражить рынок, а продлить действия соглашения и предложения на рынке оставить таким, который есть. Поэтому, скорее всего, более целесообразно продлевать сделку на 9 месяцев. Но, опять же, повторюсь, мы это все будем обсуждать с другими странами и будем обсуждать все эти варианты. Это крайне позитивный сигнал для российской экономики и для мировой экономики. Российский бюджет уже получил более 7 триллионов рублей дополнительных доходов в результате предыдущей сделки. И мы видим, что такое партнерство с ОПЕК позволяет расти и мировой экономике, и российской экономике, прибыли российских компаний и крайне позитивный сигнал для рынка. Как прошла Ваша встреча с господином Путиным сегодня? Очень-очень хорошо. Что Вы обсуждали? Постороннее сотрудничество. Спасибо большое. Россия и Турция реализуют сразу несколько амбициозных проектов в области энергетики. Газопровод, турецкий поток и первая в Турции атомная электростанция АКУЮ. Экономические отношения двух стран становятся только крепче. В начале сразу хотел бы отметить рост товарооборота в 2018 году на 16%. Мы с Вами знаем, что с обеих сторон у нас достаточно солидный объем инвестиций по 10 миллиардов долларов. И сейчас, думаю, что это надо было ускорить. Мы решаем вопрос о создании инвестиционной платформы в объеме 900 миллионов евро. В прошлом году было 6 миллионов туристов из-за России в Турцию. Это рекордный показатель. Они, естественно, не жадничают у нас туристы. Умеют отдыхать. Доход турецких партнеров составил 5 миллиардов долларов. А другое соглашение с нашей страной стало поводом для беспрецедентного давления на Анкару со стороны Вашингтона. Речь идет о контракте на поставку в Турцию российских зенитных ракетных комплексов. Четыре дивизиона С-400 обошлись Анкаре в 2,5 миллиарда долларов. И Турция, судя по словам Эрдогана, не намерена поддаваться давлению. Мы продолжаем работать над поставками комплексов С-400 и, насколько я понимаю, каких-либо отсрочек нет. Также хочу отметить, что для нас имеет приоритетное значение совместное производство ракет, включая передачу технологий. А с египетским лидером Владимир Путин сегодня обсуждал двусторонние отношения и подготовку сентябрьского саммита «Россия-Африка». Ангела Меркель, пожалуй, сегодня была единственным лидером, которого спрашивали не только о политике и экономике, но и о здоровье. Ей дважды за последний месяц становилось плохо на публичных мероприятиях. Но она заявила, что не понимает, что происходит, чувствует себя хорошо. И действительно, на встрече с Владимиром Путиным канцлер Германии выглядело достаточно бодро. Среди тем переговоров, которые прошли за закрытыми дверями, Сирия, Иран и, конечно, Украина. А у президента Франции, Эммануэля Макрона, мы не могли не спросить, примет ли он приглашение Владимира Путина. Вы приедете в Москву 9 мая на День Победы? Да, я буду там. Господин Путин меня вчера пригласил, и я приеду. Спасибо большое. Это важно для нас. Спасибо вам. Для нас это тоже важно, потому что мы знаем, что многим обязаны Россия и тем, кто сопротивлялся. Только что в куларах саммита Эммануэль Макрон на мой вопрос, приедет ли он 9 мая в Москву, сказал, что обязательно будет. Есть ли внятный сигнал от Дональда Трампа о том, будет ли он, и кого вы еще позвали? Мы считаем, что это важнейшее событие в мире, 75-е годовщина победа над нацизмом. Хотя бы потому, что не забывая события подобного рода, мы должны сделать все, чтобы ничего подобного не повторилось. А если мы придадим это забвению, то угроза возобновления масштабных конфликтов, она будет возрастать. И так-то мир взрывоопасен сегодня. Мы постоянно об этом говорим, и вы это сами всегда фиксируете и подтверждаете. Но приедут или не приедут, это не наш вопрос. Наш вопрос пригласить. Мы с уважением относимся к нашим партнерам. Мы всегда подчеркиваем роль и значение наших союзников во времена борьбы с нацизмом. Кстати говоря, союзниками считаем и антифашистское подполье в самой Германии. Поэтому мы будем рады, если наше приглашение будет принято. Если нет, это не критично, значит, мы эту дату отметим достойно в любом случае. А вот как уже на своей пресс-конференции на вопрос, примет ли он приглашение, ответил Дональд Трамп. Он пригласил меня. Они празднуют 75-летие победы над нацизмом, и я сказал, что очень серьезно обдумаю это предложение. Россия прошла через очень многое. Они потеряли, я думаю, намного больше людей, чем все остальные в борьбе с нацизмом. Для российского лидера с финалом саммита рабочий график в Японии не закончился. Начались российско-японские переговоры. Владимир Путин и Синзо Абе в торжественной обстановке завершили перекрестные годы России и Японии. По итогам беседы в присутствии лидеров был подписан внушительный пакет документов, в том числе договор между российской компанией Air Farm Holding и японской Canon Medical Systems о трансфере технологий и открытии производства в нашей стране, а также соглашение о присоединении к проекту строительства завода по производству метанола в Волгограде российско-японского инвестфонда. Помимо экономического сородничества, в ходе переговоров была затронута и тема мирного договора между Россией и Японией. Разумеется, мы с господином Абе обсудили вопросы, касающиеся проблемы мирного договора. Отметили в позитивном ключе, что министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме. И этот диалог будет продолжен. Исходим из того, что предстоит кропотливая работа по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень. Именно успехи в этой работе будут способствовать укреплению доверия и добрососедства между народами России и Японии. Мы подтвердили отмеченную нами ранее решимость урегулировать проблемы мирного договора и сошлись во мнениях, безусловно, продолжать подготовку к реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах. По завершению встречи Владимир Путин пригласил Синдзо Абе во Владивосток принять участие в Восточном экономическом форуме. Он пройдет в сентябре. Наталья Юрьева, Дмитрий Кочурин, Алексей Бахвалов, Павел Рудаков и Станислав Оплетин. Первый канал. Япония. Теперь о чрезвычайной ситуации в Иркутской области. Реки, вышедшие из берегов, заливают огромные территории. Пять человек погибли, сотни пострадали. Самое тяжелое положение в пяти районах. Тулунском, Чунском, Нижемнеудинском, Тайшенском, Зиминском. Там потоплены больше четырех тысяч домов, в которых проживает около десяти тысяч человек. Более двадцати двух тысяч остаются без света. МЧС предупреждает, паводковая ситуация будет ухудшаться. Президенты постоянно докладывают о том, что происходит в зоне бедствия. Правительство выделяет пострадавшим 662 миллиона рублей. Семьям погибших будет выплачено пособие в размере одного миллиона. Сместе с событиями репортаж нашего корреспондента Дмитрия Зайцева. Для бригады спасателей это уже 50-й выезды сегодня. На резиновых лодках и амфибиях они мчатся снимать с крыш тех, кто еще остался в городе. Сорокатысячный Тулун почти весь ушел под воду. Один дом уплыл у родственников, и второй на ЛДК тоже уплыл. Вертолетом снимали их с крыши с детьми. Участок федеральной трассы Сибирь в районе города Тулун. Как мы видим, дорога полностью скрыта под водой. И сейчас уровень воды здесь засягает примерно 12 метров. Это, пожалуй, самое глубокое место в Тулуне во время паводков. Впрочем, и по соседству дела не лучше. Из воды торчат только крыши частных домов. А здесь почти не видно заправочной станции. Вблизи стоит едкий запах горючего. На мутной поверхности воды характерные разводы. На редких клочках суши спасаются в одночасье оказавшиеся бездомными животные. Мы в суд двое суток практически не спали. Сначала в деревне Ведокима, потом в день за 4 утра. Вчера на человек 80 наша лодка вывезла. Все сроки. Жилья нет. Все, все потеряно. В Тулунском районе режим ЧС действует с четверга. За это время в зоне затопления оказалось почти 900 домов. Это около 1700 человек. Сейчас как раз местных жителей, спасателей эвакуируют в центры временного размещения. МЧС и местные власти организовали их в зданиях четырех школ. Сюда же неравнодушные горожане привозят гуманитарную помощь. Ольга вместе с сыном собрала сразу несколько пакетов с вещами. Вещи вот здесь, вещи взрывовые. Вот там вещи детские. Там мы привезли подушки, одеяло, постельное белье. Несут все. Одежду и опыт, предметы первой необходимости. Муку и домашние соленья. Здесь рады любой помощи. Скотина вся уплыла, вот это утонуло. Все утонуло у меня. Вообще даже ничего не успело. А мать? Да, частный дом. Мать хоть вывезти успели. Она парализованная была. Меня вытаскивали уже по самой вот так вот была. Выволакивали. А сколько быстро вода поднимала? Ой, быстро. Вообще моментально. Я даже не поняла, что вода идет. Вообще. Секунды какие-то уже выше, 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 выше. Ой, это страх вообще. Мы вчера смотрели, такого уже сомневительное чувство. Вот я живу уже 59 лет, но я такого видел. Из-за угрозы подтопления в городе Тулун пришлось экстренно эвакуировать станцию скорой помощи. Вода подошла к зданию вплотную. Фельдшеров разместили на противоположных берегах реки, организовав временные медпункты. Этого молодого человека сотрудники МЧС буквально вытащили из бурного потока, бросив спасательный круг. 19-летний парень решил вброд перейти в вышедшую из берегов реку в городе Тулун. Но тут же был сбит с ног. Кроме Тулунского подтопленными остаются еще два района Иркутской области. Нижнеудинский и Тайшетский. Под водой 17 участков автодорог и 13 мостов. На некоторых переправах налажено движение лишь легкового транспорта. Грузовики пускают в обход, из-за чего образовались километровые очереди. Пятый бык полностью наклонился, а остальные быки просто треснули. Посмотрите, как мост осел. МЧС постоянно увеличивает совместную группировку сил. Дополнительно в ближайшее время в регион прибудет личный состав Сибирского спасательного центра. Для координации операции в регион прилетели министр МЧС Евгений Зиничев и полпредс Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. Постальное правительство вчера подписано. Это первая сумма. Региональный бюджет резервный фонд есть. Первые выплаты после уточнения списков пойдут. Большую часть коммунитарной помощи приходится перебрасывать в подтопленные районы авиации. Противопаводковые дамбы, палатки, спасательные лодки и одеялы. Всего 30 тонн необходимого груза из подмосковного Жуковского в Братск доставит транспортный У-76. Прогноз погоды неутешительный. Завтра в регионе возможны осадки. Синоптики ожидают повышения уровня воды в реках Ия, Ака, Китай и Белая на разных участках от 30 до 200 сантиметров. Петрисайцев Алексей Шишкин и Нина Хорева. Первый канал. Иркутская область. За прогнозом погоды следят и в Европе. Там бьет рекорды аномальная жара. Хуже всего в Испании и Франции. В этих странах власти объявили высший уровень опасности. Во Франции побит абсолютный температурный рекорд. В городе Вильвей на юге столбик термометра превысил 45 градусов. До этого самая высокая температура, чуть больше 44 градусов, была зафиксирована в августе 2003-го, 16 лет назад. В стране закрыты 4000 школ. Экзамены перенесены на следующую неделю. От теплового удара погиб один человек, пятеро в больнице. Не обошлось без жертвы в Испании, хотя температура там ниже. За день на улицах от жары скончались двое. А в Каталонии уже три дня борются с крупнейшим лесным пожаром. Огонь уничтожил 6000 гектаров. Такого в регионе не было последние 20 лет. А сейчас кадры из Сочи, где сегодня прошла памятная церемония. На Аллее Славы в Адлере открыта стелла с именами погибших при крушении самолета Ту-154, который направлялся в Сирию с гуманитарной миссией. 25 декабря 2016 года лайнер, который принадлежал Министерству обороны, упал в море после нескольких минут полета. На борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и наши коллеги-журналисты. В том числе съемочная группа Первого канала. Корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов, звукооператор Александр Сойду. На церемонии присутствовали военные родственники погибших, представители Сирии. Монумент представляет собой почти двухметровую раскрытую книгу, на страницах которой изображен самолет. И перечислены имена жертв трагедии. Новое руководство Молдавии будет проводить взвешенную внешнюю политику. Кишинев готов к диалогу с Россией и Евросоюзом. Об этом в интервью телекомпании «Мир» заявил глава государства Игорь Дадон. До недавнего времени власть республики была сосредоточена в руках олигархов, которые раскалывали общество, пытались провоцировать массовые столкновения. Но здоровые силы объединили, чтобы найти выход из кризиса, и эти усилия были поддержаны мировым сообществом. У меня было много встреч в России, но я всегда говорил американцам, я за взвешенную внешнюю политику. Я не хочу, чтобы по пруту был железный занавес, и это не получится. Да, я против того, чтобы мы входили в НАТО, я за нейтралитет. Потому что это в Конституции. Да, я за то, чтобы мы возобновили хорошее отношение с Россией, потому что это наш рынок, это энергоресурсы. Там 500 тысяч наших граждан работают. В чем проблема? Я очень рад, что наши западные партнеры нас услышали. В субботний день тысячи посетителей на форуме «Армия-2019». На выставке представлены перспективные образцы оружия, которых пока даже нет в войсках. Это дело будущего. Гиперзвук и новые физические принципы, роботы и искусственный интеллект. Вот наступающая эра вооружения. О том, что можно увидеть на форуме, в репортаже Ильи Андреева. День открытых дверей, а также люков и створок. Всевоенную технику сегодня можно не только осмотреть, но и руками потрогать, а кое-что и в деле попробовать по традиции. На последние дни армейского форума приглашают всех желающих. Посмотреть тут есть на что. 27 тысяч экспонатов. И общая площадь экспозиции больше полумиллиона квадратных метров. Арматы, панцири, смерчи и грады. Малыши и подростки штурмовали танки и самоходки, несмотря на ливень. Антенна РЛС лучше любой карусели. Мы сюда пришли смотреть танки, и вот мы их увидели. Ну, мне все понравилось, очень все хорошо. Спасибо вас за такую выставку. Танки грязи не боятся. Военно-тактическое шоу «Вежливые люди» собирает аншлаги по нескольку раз в день. На полигоне танкисты демонстрируют мастерство и выучку с ювелирной точностью. А на трибунах настроение, как на футболе, болеют за наших. Настроение замечательное. После 9 мая, который мы прошли по Красной площади под дождем, нам вот это ничего не говорит ни о чем. Погода замечательная. Я обычно смотрю, когда они просто стоят, а здесь они стреляют, и это очень впечатляюще. Ну, немножко громко. И когда танки стреляют, я пугаюсь его. В павильонах самая большая очередь у стенда Калашникова. Любой мужчина тут превращается в ребенка, а каждый мальчишка чувствует себя мужчиной. Ощущение здоровское, если честно. На полном серьезе. Не так часто хорошее оружие в руках держу. Ну, а тут посчастливилось. В прошлом году мы не успели. И из-за этого я не успела все подробно рассмотреть. А сейчас у меня времени полно, и вот. Обойти все павильоны за день вряд ли получится. Даже совы здесь не те, за кого себя выдают. Из-за них только беспилотников можно было собрать отдельную выставку. Еще один акцент на компьютерной технологии. Это и ноутбуки, которые не боятся ни воды, ни удара, и тренировки в виртуальной реальности, где все совсем как в жизни. Илья Андреев, Артем Тихонов, Михаил Симаков, Кирилл Кушнев, Андрей Зимцов. Первый канал. Скандал мирового уровня. Британский таблоид САН сообщает. Жена премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Дубая, сбежала из страны с крупной суммой денег. Как утверждают журналисты, принцессу не видели на публике с февраля этого года. Сейчас она якобы в Германии с 11-летней дочерью и 7-летним сыном запросила убежище и подала документы на развод. По данным САН, у сбежавшей принцессы с собой был 31 миллион фунтов стерлингов. Это примерно 39 миллионов долларов. В Минске подходят к концу Европейские игры. В предпоследний день соревнований командный зачет уверенно возглавляет наша сборная. У россиян сейчас 39 золотых медалей, а всего 93 награды. Второе и третье места занимают, соответственно, команды Белоруссии и Италии. Европейские игры проводятся во второй раз. Участие принимают представители 50 стран. Помимо спортивной, на игре есть и культурная программа. Проводятся тематические дни, посвященные разным странам. Сегодня День России. В трех больших шатрах в фан-зоне у Дворца спорта были организованы праздничные мероприятия. В эти дни в Сочи танцуют все. Там проходит международный турнир Сочи Open 2019. И его уже называют первым глобальным мультиспортивным проектом. Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу, брейк-данс, ставший на днях олимпийским видом спорта, и многое другое. Наш корреспондент Алена Евтикова увидела все самое интересное. Пожалуй, самая зажигательная часть соревнований. В Баре за губок мира вступают танцоры акробатического рок-н-ролла. Младшая группа и подростки. Хоть трюки им пока не положены по возрасту, это уже очень зрелищно и динамично. Не меньше, чем за спортсменами, интересно наблюдать за эмоциями их тренеров. Есть здесь и танцевальные династии. Дополнительные переживания для тренера, когда наставляешь еще и своего сына. Ты уходишь на сцену, у тебя не должно быть страха, какого-то боязни. Ты должен выйти на сцену и показать, на что ты способен. Около трех тысяч танцоров из тридцати одной страны. Олимпийский парк на неделю стал столицей танца. Здесь проходит международный марафон – фестиваль «Сочи-Оупен». Турнир в подобном формате проводят впервые. В сегодняшний день у нас три танцевальных направления. Это танцевальный спорт, акробатический рок-н-ролл и брейкинг. Когда мы задумывали этот проект, хотелось объединить все три танцевальные направления и сделать микс образовательной составляющей, тренировочной составляющей и соревновательной составляющей. Турнир «Сочи-Оупен» открывали соревнования по бальным танцам. Отточенный дерзкий пасадобаль, чувственный вальс или стремительный и завораживающий фокстрон. Соревнования по танцевальному спорту в разных категориях и возрастных группах идут сразу на трех площадках. Расписание плотное с 8 утра и до глубокой ночи за день. На паркет выйдут свыше 870 бар. Литры лака для волос, чтобы прическа была идеальной. И килограммы блесток и стразы. Эти костюмы, как произведения искусства, внешние атрибуты привлекают, но куда важнее техника. Ее оценивает международный судейский состав. Четыре критерия. Это техническая грамотность, характерное движение в музыку, умение взаимодействовать танцоров и хореографии и презентации. Разительно другой стиль, в том числе и в одежде. Все это походит на головокружительную вечеринку. Наравне с парнями в баттлах свое мастерство демонстрируют девушки, как их здесь называют big girls. Брейкданс на днях стал еще и олимпийским видом спорта. Большой шаг для всего брейкинг комьюнити. У нас ждут 5 долгих лет тренировок, проб, ошибок. Поэтому мы готовы к этому. Международный танцевальный лагерь. Практические и теоретические занятия от ведущих мировых специалистов. Здесь оттачивают силовые поддержки танцоры рок-н-ролла. Занятие ведет пара из Чехии. В соседнем зале под руководством чемпиона мира и педагога Лассе Адегарда из Норвегии пары кружат на паркете. Кульминация в рамках Sochi Open уже завтра. Все представленные танцевальные направления выступят на одной площадке. Алена Евтикова, Лея Ребжанов, Светлана Ведяшкина, Виталий Аниканов и Дмитрий Баранов. Первый канал. Sochi. Новое открытие Чеховского фестиваля. Лучшие театры мира поражают зрителей современным прочтением классики, синтезом разных жанров, великолепной игрой актеров. Режиссеры соединяют несоединимое. В результате рождаются новаторские спектакли. 11 воинов Джеки Чана летают, нарушая законы гравитации. В шекспирском Гамлете появляются гигантские гуклы, а пьеса Чехова превращается в сплав драмы и оперетта. В репортаже Кристина Левеева и самые яркие сцены спектаклей. Театральная шутка, придуманная самим Чеховым. Унылая вдова и безжалостный кредитор. Казалось бы, в мире не найти более неподходящих друг другу людей. Правда, отвести глаз от театрального дуэта Яковлева и Феклистова невозможно. Этот спектакль Владимир Панков поставил специально для Чеховского фестиваля в самом любимом для себя жанре саунд-драма. Немецкое кабаре, русский романс, итальянский арии и французский водевиль. Все на одной сцене. Наш медведь – это интереснейший сплав синтеза, где соединяются два театра в одном. Это опера, оперетта и драма. Вы знаете, я запела. Ну, если можно назвать это пением. Я столкнулась с безумным качеством сложностей, потому что мы, конечно же, разучились так говорить, мы разучились ходить, мы разучились носить платье. Ну, вот я сейчас ношу на себе лишних 8 килограмм. Солнце, огонь, дождь и завораживающая магия древнего искусства кунг-фу. На сцене театра Моссовета прилежные ученики Джеки Чана в очередной раз доказывают, люди умеют летать. Джеки Чан, он не просто наш босс, это лишь малая часть того, кем он для нас является. Он наш учитель, брат, он помогает нам развиваться и становиться лучше. Срывая рукава знамена, ульшуисты обнажают торс. И тут настала очередь зрителей разбивать руки в кровь. Аплодисментами. Мне очень понравилось это, очень круто. Какое творят там? Я не понимал, как они так прыгают. Очень весело. Тем более, это Чеки Чан. А в это же время, но уже в Театре нации, великий генерал эпохи северной династии Ци прячет свои душевные переживания под маской сказочной красоты. А теперь попробуйте разгадать все символы и смыслы китайской легенды. В спектакле у нас более 20 масок. Всего 4 вида. Воинственные, женственные, маски традиционные для оперы Нуо и четвертый – это маски второстепенных персонажей. Но даже если после китайского шоу вам показалось мало и вы захотели узнать еще больше о культуре Поднебесной, с собой домой все зрители могут унести вот такой символ. А как правильно открывать версии? Ну, я так, конечно, не умею. Критики прозвали эту постановку Гамлета лучшей в истории. Коварет, цирк, гигантские куклы, кажется, трюкачи из датского театра «Републик» вместе с музыкальным трио «Тайгер Лилис» делают все, чтобы избавить принца от меланхолии, а заодно и нас с вами. Кстати, они уже на пути в Москву. Не пропустите. Кристина Левиева, Дмитрий Ремезов, Дмитрий Скворцов, Татьяна Бодрова и Анастасия Берестенко. Первый канал. Сейчас возвращаемся к событиям в Иркутской области. Масштабное наводнение, затоплены десятки населенных пунктов. Только что пришла новость. В регион прибыл президент России. В аэропорту Братска Владимир Путин проведет экстренное совещание. Местные власти и руководители федеральных ведомств доложат о ситуации и ликвидации последствий паводка. Подробности в утренних информационных выпусках не пропустите на Первом канале. Продолжение следует... Продолжение следует...